Всех приветствую, всем доброго времени. В первую очередь хочу сказать, что для меня большая честь участвовать в таком глобальном масштабном проекте Международной конференции регрессологов. Меня зовут Анастасия Горева, я практикующий регрессолог, нумеролог, психолог. Регрессией я увлеклась достаточно давно, читая книги Майкла Ньютона. Уже в детстве я верила в то, что душа бессмертна, верила в существование жизни после смерти. Меня всегда завораживали истории тех людей, которые умели и могли контактировать с тем миром, с миром душ, с ушедшими от нас душами. Даже моя мама обладает определенными способностями. И очень часто рассказывала, что к ней приходят души уже давно умерших людей. В более взрослом возрасте, где-то в подростковом, я начала чувствовать такое прям сильное присутствие кого-то возле меня, того, кто меня направлял. Где-то подсказывал, а где-то даже уберегал и помогал выйти во многих жизненных ситуациях сухой из воды. Например, была ситуация, на меня напали, но какой-то голос из соседнего дома буквально неожиданно спугнул нападавшего, и всё закончилось хорошо. Такую защиту, такую помощь мы, как правило, приписываем нашим ангелам-хранителям. И чем старше я становилась, мне тем больше было интересно узнать, что же происходит с нашей душой после того, когда человек умирает, и кто такие вообще эти ангелы-хранители. И в дальнейшем, обучаясь в Русской школе регрессионных исследований, у Татьяны Макаровой я получила уникальные знания, уникальные методы, помогающие изучить этот вопрос, помогающие изучить пространство между жизнями. И прежде чем продолжу, хочу, конечно, поблагодарить своих педагогов и наставников. Это Ирину Никитину, Анну Сарканич и её школу Компас, совместно с которой проходило обучение в Русской школе регрессионных исследований, и, конечно, саму Татьяну Макарову, чьи знания и опыт помогли не только мне стать регрессологом, но и разобраться во множестве собственных каких-то проблем. Знакомство с таким великим человеком навсегда останется в памяти. Я помню, как мы с нетерпением ждали её мастер-классов, понимали каждое её слово и даже каждый её жест. И могу сказать, что те знания и опыт, которые она нам передала, навсегда изменили мою жизнь в самую лучшую сторону. Так что же это за пространство, где наша Душа обитает между жизнями? Другими словами, это пространство называют «Мир Душ» или «Духовный мир». Это очень сложное пространство, до конца не изученное. С каждым новым клиентом, с новым погружением мы можем раскрывать всё новые и новые стороны и грани этого пространства. В сеансах можно увидеть, почувствовать и понять, как Душа, отделяясь от своего физического тела, как правило, имеет определённое направление дальнейшего своего пути. И в конце этого пути Душа встречается с неким источником света, который клиенты описывают как что-то наполняющее, что-то очень мощное, сильное, то, что их принимает, то, что их успокаивает и даёт им безусловную любовь. И очень часто я слышу от своих клиентов такие слова. «Я здесь уже бывал, это мой дом, здесь меня любят, здесь меня принимают, несмотря на мой опыт, какой бы он ни был, положительный, отрицательный. Это то место, где я чувствую себя дома». И дальше я вам предлагаю прослушать небольшой отрывок из сеанса, который как раз-таки подтверждает мои слова. Хорошо. Вот ты сейчас отдаляешься от того места, двигаешься в том направлении, которое выбрала твоя Душа, поднимаешься вверх, проходит какое-то время, и ты оказываешься в конечной точке своего пути, пути своей Души, когда она отдалилась, отделилась от того физического существования в теле волка. Ты оказываешься в конечной точке своего пути. Ты там. Как ты тебя защищаешь? Что вокруг тебя? Я тут уже была. Ну, это такое... Это можно сравнить с какой-то... Как будто в космос. И я возле самой главной планеты этого космоса, светящейся, с ярким светом. То самое, вот оно, высшее, что есть. Где-то около, где-то там. Какая связь между тобой и вот этим высшим, светящимся? Есть ли какая-то связь между вами? Ну, это дом. Ну, это я чувствую, что это дом. Что я погуляла, сходила и вернулась. Хорошо. Какие эмоции у тебя от этого светящегося, от высшего? Какие чувства ты испытываешь? Родительские. Ну, я как будто ребенок, который домой вернулся. То есть это родители, это высшая сила, которая... И желание такое, как у ребенка, рассказать. А вот там было, а я смог, я там смогла, не знаю. Я вот то, еще то, то, то. Ну, а родитель так, по-родительски смотрит. Так что, ну, зная уже все, кивает, там, хвалит. Каким образом вы взаимодействуете между собой? Есть какое-то взаимодействие между твоей душой и этим светящимся, высшим? Нет, это все на... Ну, я не знаю, как это объяснить. Это просто маленький свет попал в большой свет, все стало единым. И это на уровне просто ощущений. Все, что я говорю. Вот сейчас почувствуй этот момент. Что ты в этот момент хорошего для себя можешь получить и получаешь? Что происходит в эти моменты, когда ты возвращаешься? В эти моменты, и это то место, где тебя точно похвалят. Вообще, что бы ни случилось там на земле. Где примут, напитают, где будет определен твой дальнейший путь. Где ты туда что-то вносишь. Пусть даже это всезнающее место, но ты туда что-то приносишь. С каждым опытом, каждый опыт, который туда приходит, он что-то туда приносит. И потом что-то получает. И потом идёт дальше. И вот такой вот обмен. Такой прям центр зарядки, подзарядки. Вообще, ну, это как-то вообще даже тяжело осознать и тем более рассказать. Отрывок, который вы только что прослушали, он из сеанса, где девушка шла с определенным запросом о проявлении своих лидерских качеств, о балансе давать-взять. И в этом сеансе вскрылось прошлое воплощение в теле животного, в теле волка. И вот после того, как волк погиб, да, девушка увидела конец физической жизни, мы как раз-таки проследовали по дальнейшему пути её души и посмотрели, что же там происходит. И вот тот источник, с которым встретилась девушка, именно его принято считать той божественной энергией, с которой вышла душа. Тем местом, где душа зародилась и куда она возвращается после своего физического пребывания. И многие мои клиенты видят, чувствуют и понимают, что с этим источником идёт постоянный обмен, постоянное взаимодействие, обмен энергией, обмен информацией, такой непрерывный поток. И, как правило, этот поток блокируется у человека, но он восстанавливается, когда душа вновь соединяется с этим источником света, с этой божественной энергией. И в этом потоке чистого божественного света можно напитаться, можно наполниться энергией, получить необходимых ресурсов. Но важно не перенасытить клиента, иначе потом придётся разбираться с последствиями. Если не соблюдать определённые техники безопасности, то после сеанса у клиента может подняться температура, либо давление. То есть очень важно не злоупотреблять вот этим взаимодействием с источником света, особенно тогда, когда сеансы с клиентом проходят регулярно, и клиент достаточно часто находится в этом пространстве и взаимодействует с божественной энергией. В духовном мире также можно встретить свои родные души. Это те души, с которыми наша душа уже когда-то каким-то образом взаимодействовала и продолжает взаимодействовать в этом пространстве между жизнями. Это те души, с которыми наша душа уже когда-то воплощалась. И с этими родными душами можно пообщаться, можно задать вопросы, можно узнать, понять, с кем из них человек воплощён именно здесь и сейчас в этой жизни, и с какими целями. То есть для чего эти две души договорились жить в одно время, в одном месте, рядом друг с другом. Например, в одном сеансе выяснилось, что очень непродолжительная встреча двух девушек была заранее запланирована. И запланирована для того, чтобы они в дальнейшем в своём жизненном пути поддерживали друг друга, помогали друг другу развиваться. И в чём именно была договорённость? Они должны были встретиться в этой жизни именно в тот момент, когда какой-то из этих девушек нужна была бы помощь или какая-то поддержка. И потом после сеанса выяснилось, что действительно так оно и было, что девушки познакомились в один из сложных периодов одной из них. Это, конечно, невероятно. Другой яркий пример — это когда в сеансе получилось узнать, что у отца девушки и у её мужа тоже была некая договорённость на это воплощение. То есть отец принял на себя определённые обязательства за то, чтобы постоянно поддерживать именно мужа девушки, именно их отношения в любых сложных жизненных моментах, поддерживать именно их на жизненном семейном пути. И почему была такая договорённость? Потому что у отца перед мужем девушки из какой-то из прошлой жизни была некая задолженность. И таким образом в этой жизни отец девушки отдавал долг мужу этой же самой девушке, моей клиентке. И ещё один тоже очень яркий пример. Девушка в сеансе поняла, что друг её детства, тот молодой человек, с которым она действительно дружит с самого раннего возраста, является для неё некой лакмусовой бумажкой. То есть все её какие-то негативные поступки, негативные качества он тут же отмечал, делал ей замечания, всегда давал ей советы, как ей правильно поступить. Даже когда сама девушка не принимала в себе каких-то негативных проявлений, её друг всегда был рядом. И его задача как раз-таки на это воплощение, на эту совместную, скажем так, жизнь в качестве друзей заключалась в том, что он должен помогать девушке становиться лучше, работать над своими какими-то негативными качествами и какими-то негативными проявлениями. Вот такие вот бывают в жизни договорённости, которые, скажем так, произошли ещё гораздо раньше до нашего воплощения, вот как раз-таки в мире душ, в духовном пространстве. Также очень важной частью изучения духовного пространства является встреча с нашими наставниками, нашими ангелами-хранителями. Это некие высшие сущности, сущности более высокого порядка, скажем так, которые оберегают нас не только, когда мы находимся в духовном мире и являемся душой, но и в нашем физическом воплощении. И клиентам к погружаемым наставники могут прийти в абсолютно разных образах. И тут есть такой нюанс, что в этом пространстве, в этом духовном мире тоже есть некий подлог, некий обман, есть тёмная сторона. И вместо наставников могут прийти сущности более низкого порядка, которые за счёт искусной маскировки могут обмануть нашего клиента, и регрессолога в частности, склонить на какие-то неправильные действия, на какой-то обмен, дать какую-то ложную информацию. Поэтому всегда, повторюсь, абсолютно всегда важно проверять те образы, которые появились перед клиентом, даже если это духовный мир. И как это сделать? Каждый регрессолог должен обладать этими знаниями. Эти знания даются также в русской школе регрессионных исследований. И вот, когда все образы проверены, мы действительно убедились, что перед нами наставники, наши ангелы-хранители, с ними тоже можно повзаимодействовать, тоже можно задать вопросы, получить какие-то для себя очень важные ответы. Общение с наставниками у всех происходит по-разному. Кто-то получает от наставников именно то чувство полного принятия, поддержки. Кому-то наставники действительно дают очень ценные советы, направляют на верный путь, говорят и рассказывают о задачах предназначения человека. Но бывают и такие ситуации, когда наставники прямым текстом говорят клиенту, что ему не следует по любому поводу бегать в сеансы регрессии, а нужно прорабатывать свои какие-то моменты, набираться опыта, взаимодействия с людьми и совершая определенные поступки. Одна девушка обратилась ко мне с таким запросом. На протяжении всей жизни у неё прям очень остро есть чувство, ощущение, что весь мир к ней несправедлив, все люди к ней несправедливы. Что бы с ней ни происходило, это всё несправедливо. Так вот, когда мы начали разбираться в сеансе через технику детских воспоминаний, выяснилось, что любая ситуация, которая ей казалась на тот момент несправедливой, это просто действие закона «Причина следственных связей». И все моменты, они абсолютно закономерны. То есть она просто получала ответную реакцию за какие-то свои действия. И когда мы углубились в её память, ещё дальше в её прошлое, в тот момент, когда она с наставником выбирала свою нынешнюю жизнь, нынешнее воплощение, она получила очень чёткие ответы с наставника, что ей не стоит бегать всё время в регрессию, искать виноватых, нужно научиться отвечать за свои поступки и учиться становиться лучше. И во всех этих ситуациях как раз-таки, видите, понимать вот этот вот закон «Причина следственной связи». Кстати, техника детских воспоминаний — это ещё один способ, ещё один алгоритм попадания в духовный мир. И его тоже можно получить, обучаясь по методике Татьяны Макаровой. Был у меня и уникальный случай, когда девушка общалась со своими наставниками, со своими ангелами-хранителями, их было двое, в виде текста. То есть она читала информацию в некой книге знаний. Задавая определённые вопросы, она получала информацию прям текстом, она показывала и проговаривала, что буква за буквой, слово за словом, вся информация появляется перед ней в виде текста, а ей просто приходится читать. Кстати, в этом сеансе девушка попала в духовный мир не по двум алгоритмам, которые я выше перечислила, а её затянуло в это пространство сразу, буквально с первых секунд сеанса. Ощущала она это как некий полёт. Её закружило, завертело, она чувствовала, что как будто поднимается вверх, и даже её тело реагировало на этот процесс, её немножко подташнивало, у неё окружилась голова, и в какой-то момент она почувствовала себя в невесомости. Конечно, странность течения вот этого сеанса, мы сразу же проверили, проверили и те образы, которые к ней пришли. Она описывала своих наставников, как полупрозрачные субстанции, вытянутые сверху и расширяющиеся к низу, в виде какого-то платья или мантии. На самом деле образы не так важны. В таких сеансах очень важна информация, которая приходит, очень важны те слова, которые клиенты услышат от своих наставников, те подсказки, те мысли, ощущения, те эмоции, те осознания, которые клиент получает. Вот что действительно важно. И в этом сеансе девушка действительно получила очень важные ответы на значимые для неё вопросы, почему, например, её мама умерла так рано, когда девушка сама находилась ещё в подростковом возрасте, почему её недавняя беременность закончилась трагически, и также почему у неё такие сложные отношения с отцом. Всю эту информацию она получала в виде текста, который читала перед собой. Иногда ответы наставников были очень односложные. Неважно, потом, узнаешь, не сейчас. И почему иногда наставники отвечают так? Казалось бы, в том месте, где мы можем получить абсолютно любые ответы на любые вопросы, именно в этом месте мы получаем только ту информацию, которой мы готовы именно сейчас, ту информацию, которая нужна нам ни больше, ни меньше. То есть мы, как правило, не можем узнать всё, просто оказавшись в духовном мире, пообщавшись с наставниками. Наставники ответят только на те вопросы, которые действительно для нас важны. Не всегда человек на самом деле сам понимает, что для него важно здесь и сейчас. И с наставниками тоже нужно уметь выстраивать взаимоотношения, не злоупотребляя этой встречей. Не злоупотребляя их заботой, их помощью, их поддержкой. У наставников тоже есть свои дела и обязанности. Они такие же личности, как и мы, люди. И проходят определённые уроки, набираются определённого опыта вот в этом пространстве между жизнями, в развоплощённой форме существования. И, общаясь с наставниками, всегда нужно относиться к ним с уважением, понимая, что они по иерархии стоят выше нас. Всегда нужно спросить, можем ли мы к ним обратиться, можем ли мы задать вопрос, можем ли получить информацию и спокойно реагировать на все их вопросы, на все их проявления, даже если нам что-то не нравится и где-то мы не получили тех ответов, которые хотели. И в заключении хочу сказать, что, имея такую уникальную возможность оказаться в духовном мире, в духовном пространстве, встретиться со своими родными душами, с источником, встретиться с наставниками, всегда нужно благодарить за эту возможность, за всё, что мы получаем, общаясь и взаимодействуя в этом месте. А я благодарю всех вас, всех слушателей и участников конференции регрессологов. До новых встреч!